Сила единства. Монумент дружбы «Три сестры» обретет вторую жизнь. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил пристальное внимание на состояние памятного знака и дал поручение привести его в надлежащий вид. Продолжение этой темы, а также другие новости недели, дали в обзоре от службы информации. Монумент, который объединил три славянских народа на стыке границ Беларуси, России и Украины, был создан полвека назад. Ежегодно к его подножию на фестиваль «Савянское единство» съезжались тысячи людей. Но так было до 2014 года. Трагические события в Украине внесли коррективы в привычный сценарий. Фестиваль сменил прописку, а монумент «Три сестры» стал разрушаться. На ситуацию пристальное внимание обратил президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства дал поручение привести монумент в надлежащий вид, благоустроить территорию. Работы начнутся уже весной. Последние штрихи строители должны сделать к привычной дате проведения фестиваля до конца июня. Таунхаусы, индивидуальная застройка, арендное и социальное жилье. В этом году в Гомельской области планируют построить 475 тысяч квадратных метров. О самых интересных и востребованных населением строительных решениях рассуждали в Мозере, на выездной коллегии Комитета по архитектуре и строительству облсполкома. Для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, в этом году построят 170 тысяч квадратных метров. Из них практически 150 тысяч с господдержкой. Кроме того, в регионе сформировано более 17 тысяч земельных участков для индивидуального строительства. Для развития такой застройки домостроительные комбинаты области выпускают комплекты железобетонных изделий без фундамента. В Гомеле прошло первое совместное заседание Президиума Совета областного объединения профсоюзов и коллегии прокуратуры области. Его участники обсудили вопросы соблюдения требований трудового законодательства и профилактики производственного травматизма. В прошлом году в результате происшествий на производстве инвалидами на Гомельщине стали 83 человека. Это почти на 10% больше, чем было годом ранее. 22 человека погибли. Причем каждый пятый из них находился в состоянии алкогольного опьянения. По результатам проверок, проведенных прокуратурой в отношении должностных лиц, которые не создали безопасные условия труда, возбуждено 15 уголовных дел, 5 из которых переданы в суды. Сотрудничество областного объединения профсоюзов и прокуратуры продолжится, причем по разным направлениям. На 28 февраля запланирован совместный прием граждан. В Гомельской области началась массовая проверка школ. В центре внимания стандарты безопасности, установленные в регионе еще три года назад. До конца февраля специалисты управления образования облсполкома и милиция проверят каждую школу. Особое внимание учреждениям образования с большим количеством учащихся, более тысячи человек. На вооружении скрытые формы проверки. В списке требований к школам – строгий пропускной режим, работа вахт по четкому регламенту, функционирование турникетов, камер видеонаблюдения, наличие схем эвакуации и информационных стендов о правилах безопасности. Комиссии также будут общаться со школьниками и родителями по теме профилактики чрезвычайных происшествий. Сезонная заболеваемость устрыми респираторными инфекциями в Гомельской области пойдет на спад через неделю. Максимум две считают медики. В регионе уровень заболеваемости некоторое время назад был выше среднего по стране. Сейчас мы на пятом месте после нескольких областей и Минска. Еще немного, и эпидсезон будет завершен. Причем непосредственно штаммы гриппа регистрируются в единичных случаях. В основном циркулирует парагрипп и аденовирусы.